Девушки отдыхают 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 Для доведения до 5 минут. Будут какие-то пропозиции? Само дадимое вопрос на наш регламент работы. Кто сделал такий регламент работы, кто против, кто утромался. Регламент работы сессии затверджен. Переходим до обговорения вопросов порядка денного. Первое вопрос в порядке денного у нас про внесение изменений и дополнений до решения номер 303 и 14.07 про установление на территории регламентации единого податка на 17 лет. Мы с вами вчера на комиссии обговорили, кто не был на комиссии, если будут вопросы, вы позднее сможете мне их задать. Домовились? А у всех остальных есть какие-то вопросы? Ні. Ставлено на голосование. Кто за, кто против, утромались. Решение принято. Переходим до обговорения вопросов порядка денного номера 2. Про внесение изменений до решения Таїровской селищной ради номер 305 и 14.06 про утверждение положения про сбор за места паркувания транспортных засобов на территории Таїровской селищной ради. Это вопрос обговорили на комиссии, чтобы не было вопросов. Я ставлю вопросов на голосование. Кто за, кто против, утромались. Решение принято. Решение принято. Решение принято. Решение изменений до решения Таїровской сели про установку податка на нероговое майно в частині транспортного податка. Мы с вами разбирали на комиссии. Ставлю данное вопросов на голосование. Кто за, кто против, утромались. Решение принято. Переходим до обговорения. Решение по отведению по порядку電話 номер 4. Это у нас произведение изменений до решения Таїровской селищной ради при утверждении положения про туристический сбор. Если вы помните, нам нужно додать до того решения наших, как называется, резидентов. Мы дополним это решение этими резидентами, которые сейчас список, ну, он уже есть по ТАЮРу, а нам подавцово сама по ТАЮРу. Я ставлю данное вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Утримались. Решение принято. Про внесение до решения, про установление податку на нерухоме майно. У нас есть два питания. Это 5 и 6 питания. Шановные депутаты, 5 и 6 питания. Просто перед голосованием, перед тем, я хочу поставить эти два питания на голосование, я хочу сказать, что нам, селищная рада, дано запит, відповідні органи, щодо виникнення конфликту интересов при голосовании этих питаний. Мы же не можем чітко відповісти в данном ракурсе, если есть нерухоме майно, или это конфликт интересов. У нас у каждого из вас на территории селищной рады есть какое-то нерухоме майно, а то же самое за меня дилянка. Мы сейчас чітко не можем відповісти, что это есть конфликт интересов, или нет. Но мы, как бы, есть несколько поведомлений. Из вашего дозвола мы с Хасаном Груневичем за эти вопросы не будем говорить. Для перестраховки. То же мы, как посадовый урок... Мы их в Крыске нет? Не, 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 мы просто не будем голосовать, не принимать участие в голосовании. А, вы имеете? Да, да. Вы не будете участвовать? Да. Понятно. Дело в том, что один из примеров, у моего сына, допустим, есть рынок, там под рынком земля, и тут рассматриваются эти налоги, меня могут предусмотреть, ну, как интерес. Одно дело, такое на меня уже практически заведено. Поэтому для перестраховки, я поддерживаю, конечно, так, умы, но проголосовать давайте я... Так может, все остальные тоже подумают? Да? Я поведомления записала от всех. Вы, депутаты, я председат. Вы, депутаты, я председат. Я же, да. Мы просто для перестраховки дали запись, потому что очень много вопросов по закону про конфликт интересов. Очень много вопросов, которые являются конфликт интересов, когда мы голосуем. И мы же с этим вопросом дали запись. Может, это и не есть. Ну, вы много объясняете. Все все пойдут. Вы, ясно. Хотите ли, все-таки перечислить окончательное решение по процентам? Да, да, да. Мы с вами поговорили в этом вопросе. У нас пиата вопрос о установлении декабря, ой, о простановлении декабря на нерухомое майно. Если вы помните, было внесено пропозицию там, где житлова нерухомость через тому числі садовый задач и будинок. Это мы с вами эту пропозицию, и также мы поменяли с вами 0,1% на 0,5%. Это у нас две пропозиции, такие, как мы на сумме. Это где? Комната отдыха? Комната отдыха. Мы с одного на 0,5. Да, с одного на 0,5. Да, с одного на 0,5. Да, вот эти две пропозиции, я с этими пропозициями ставлю данное питание на голову. А вторая? А вторая, где мы писали житлова нерухомых, в том числе садовый. Да, 0,1 там остается? 0,1 остается, да. Ну просто мы тут расширяем, но уточняем. Пишем, для объектов житловой нерухомости, еще пребывать в властности физичной громадян. Потому что вчера говорили, в том числе, Александр Денич говорил, что для сдачных 1, поэтому я уточняю. 0,1 оставляем для 2. Для всех. Для всех. Для всех. Да. Так. 0,1 процент. Еще вот эти два предложения, которые я останусь в голове. Хорошо. Если не ошибаюсь, для квартир и новых домов, по-моему, было 120 и 250. Нет. Нет. Это было 250. Раньше было 250. Сейчас государство устанавливает 120 и 60. Все. Мы не имеем права принимать с вами. В 2019 году мы могли там менять, расширять. Скажите, а сколько у нас тут знают магазины свыше 1000 квадратных метров? Это сюда подпадает. Буквально пару магазинов. Буквально пару магазинов. Буквально. Но они пока молчат. Это очень высокий процент, чтобы вы понимали, почему мы сегодня вносим. Все же знают изменения, потому что 3200 это будет минимальная заработная плата. Если в перерасчете этого поставки не очень высокий процент. Да, они молчат. Это не люди. Это бизнес рентабельный. Два раза. Это не будет нормально для нас опыта у кого стоять. Два раза. Два раза. Два раза. Так что. Единственное, чтобы вы понимали, что это еще не выше. Полторы процента? Не полтора. Дайте, что это не полтора. Он есть предложение у всех. Что? Полтора. 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 Мы вчера на эту тему долго говорили, обсуждали, и пришли мнению. Сами на голосование дали вопрос с такими поправками. Кто за? Прошу проголосовать. Не голосую. Ой, ой, ой. Они голосуют. Первый. Против? Против? Кто? Кто утримается? Кто против? Утрималась Лена Олександровна, Києра, Светлана Федорович. Два человеку, утрималась. Переходимо до обговорення наступного питання. Про вноси змін до рішення про майно в частині плати ЗОЗ. Ми розбирали це питання на комісії. У нас тільки в одному випадку передбачена зміна. Там є у вас розбитки матеріали. Я ставлю дане питання на голосування. Якщо є запитання, є Андрій Володимирович. Не, пусть доложить вчера. Были вопросы. Ставлю дане питання. Хто за? Ми їм дали задання. У нас був вопрос по ННЦ імені Таїрова, нашому національному науковому центру. А освобождається ли вони, а можуть бути освобожнили? Загласно, ми приносили в налоговую і підняли последнюю рідачу налоговую. А в кодексі на статті 282 налогового кодекса чітко указано, що від сплати земельного податку звільняються, в частності, заклади науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного обов'язкового бюджету. Около двох років тому, коли були внесены ряд змінів, вони нам предоставляли пакет документів, связаним з тем, що там є закладом науки і повністю утримуються за рахунок коштів державного обов'язкового бюджету. Другий вопрос був у відношенні того, які у нас сельхозпроизводители оплачивають единый налог сельхозпроизводителям. Це досвідна господарство Таїровська і Тома агротирма Нива. Вони воплачивають в зависість от количества сельхозпроизводів, які вони декларирують своєму бюджету. Інститута, вони платять фіксированный налог. Все земля в основному в Таїровському, в основному в Сельхозпроизводителям. В основному в Сельхозпроизводителям. В Опотна таїровському, а не платять фіксированный налог? Не, а не платять фіксированный налог. Ось ця ставка, яку ми вносимо коррективу, не касається їх, тому що це касається її наличності. А скільки ви? Ще є запитання до вас? А, ми вже проголосували. Ще раз проголосую? Ну давайте ще раз поставлю. Хто запитав питання? Прошу проголосувати. Хто проти? А ви ж землях теж нема комплітує? А ви голосуємо? Ні? І землях теж комплітує? Сьоме питання. Хто? Сьоме питання. Про внесення змін до рішення догівок Селищної ради. Про встановлення податків на нерахомлення майно відданення ділянки. Там тільки одна норма внесення змін. Приведення, де було 120, 250, приводиться до 60 і 120. Для квартир. Все. Більше нічого там не змінюється. Ми не маємо встановлення. Стали дане питання на голосування. Хто за? І тут голосували. Хто проти? Утрималися. Рішення приймали. Переходимо до обговорення. Питання порядку денного. Різне. По-різному. У нас є, Елена Олександровна, депутатський запит, так? Паша. Депутатський запит всього особою. Я всього навсего прошу, чтобы вы не обозначили время и место для проведения ежемесячного приема моих избирателей, потому что я не могу их принимать на улице. Вот. Собственно, выступаю, попросила добавить это разное, по той простой причине, что у меня возникла конфликтная ситуация с Садовским, Олегом Николаевичем, которая длится уже почти год. Значит, 31 марта прошлого года я ему одолжила 700 долларов. Так, Елена Александровна, я этот вопрос снимаю с повестки. Это не разборки для... Дело в том, что... Я обратилась... Я обратилась в полицию... Я обратилась в полицию... Да вы в своем умении... Суд! Суд! Я вас прошу, если есть другой вопрос, задавайте другой вопрос. Я обратилась в полицию... А не долбить кто кому должен. Я обратилась в полицию... Все депутаты должны знать о том, что я обратилась в полицию... С просьбой провести расследование в рамках статьи Уголовного кодекса, чтобы потом никто не удивлялся. Правильно сделали. Это ваши проблемы с семейной. Тут сессия идет. Какие семейные вы что раздеваете? Не а депутаты и были не аж садовским... Это проблемы депутатов? Вы в своем умении? То, что на депутатов подано заявление... Ну... Вы на меня тоже подали, что они правильно являются председателем. Ну и что? Я на вас не подавала ничего. Да? Да. Лично моего иска против вас нет. Предъявили. Ну как нет? Нет. Ну хорошо, разберемся. Да уже давно пора... Давайте переходите на другой вопрос. Пожалуйста. Вы подняли вопрос Шека. Давайте мы его все-таки... О, вот это вот. Да. Значит, пока вы поселковый совет, аппарат исполнительный, в частности Прогоренко Юрий Георгиевич, который, по-моему, руководит уже там на сегодняшний день, не заставит там работников работать так, как положено. Так. У нас толку не будет. И не надо сваливать с больной головы на здоровую. То есть, Светлана Николаевна, Елена Александровна, не то что готовы, мы постоянно это делаем, постоянно разбираемся, постоянно выясняем, постоянно пытаемся объяснить, что не так и что надо сделать, чтобы было все нормально. Нас никто не слышит. Вот даже самое простое с этими дворниками. Когда я пришла в Шека и сказала, ребята, по нормативам у вас максимум 8 дворников, меня чуть ли не послали. Кричали, орали, какая я, непонятно кто. Вчера аудит сказал, и вроде это нормально. Хотя мы пользуемся теми же самыми нормативами. Вот. Если вы хотите, чтобы была нормальная конструктивная работа, то заставьте хотя бы этих работников к нам относиться как положено. Спасибо. Принимаем. Справедливая крысика. Можно, да? Да, в тоже раз. Смотрите, когда затронули уже дворников, да, помните, мы неоднократно говорили, что уборщики дорог должны получать зарплату непосредственно с подсоветов. Так. Что нет в этом году. Может быть, действительно их оттуда убрать, изменив штатное, чтобы снизить нагрузку на тариф по СДПТ или института. Принимается, и если это не противозаконно, будет исполнено буквально завтра после завода. Нет, они не входят с тарифами. Лена, ну, судя по тому, какие тарифы насчитали, я уже не знаю. Нет, нет, они не входят с тарифами. Здесь проблема с тарифами. Но если они уходят тоже. А с чего они зарплату? Они в прошлый раз объясняли аудит. Они не входят, а аудит же объясняли. Таковый совет, как дотацию назвали. Это дотацию. Ну давайте решим. Решение совещания проводим. Решение совещания проводим. Решение совещания проводим. Если это не противозаконно, мы узнаем юристов, специалистов, буквально, после завода будет исполнен. У меня можно добавить по ЖЭКу. Как говорят, они могут получить исходные данные. Давайте сейчас примем решение, чтобы, допустим, в течение двух недель обязать исполняющие обязанности ЖЭКа предоставить эти все исходные данные, чтобы комиссия могла посчитать. Если он не выполнит это... Аудит, мы уже все предоставляли. Они предоставляли исходные данные. Но смотри, их исходные данные. Каждый раз разные. Допустим, 200 тысяч, 210 тысяч кубов в год. Аудит 490 тысяч кубов в год. Понимаешь? То есть непонятно, как они вообще вели расчеты с водоканалом, по каким эти годы. И причем все время разные. Водоотведения вообще нет единой цифры, сколько мы слили в СБУ Южной. Понимаешь? Нет. Это не то, что... Понимаешь? Тут даже не знаешь, кого винить. Нет. В бухгалтерии одни данные. У Аудита другие данные. Нам в расчеты, если делает экономист ЖЭКа, уносят третьи данные. Понимаешь? По цифрам. Главная ошибка, то, что вчера озвучили, я просто вчера не помню этот вопрос. Что посчитали по спискам выборцев. А нужно еще как минимум треть добавить, потому что у каждого есть дети, которым 16-17 лет. То есть изначально они брали количество людей не то. Это уже... А сколько у нас в них протеста нет? Вот. Хотя бы детей добавить. Получается, по спискам взяли только совершеннолетние голосования. А хотя бы подать ребенку в семье. Это у кого-то и два, и три. То есть вообще изначально цифры взяли? Туманный. Добавляли? Это почти как... Ольга Семеновна. Ольга Семеновна. Аудит очень хорошо все проверил. Они что, были на счетчиках? А зачем? Они проверили по документам. Ну, вы ж видите, что всегда данные разные. На счетчиках мы проверяли. Сейчас зима, сейчас не показали. Мы сейчас на связи с нашими оперезнями. Давай. Пойдите. Если они дают разные показания. Если все данные аудита и... Констант Городович, ну мы вчера же решили. Значит, создаем комиссию и работаем. И все собираем, надо, подносят, относят и разберемся. Принят. Принят. Вот сейчас без бумаг сидим вашими руками. Скажите, пожалуйста, депутаты, на когда вы сможете собраться по тарифам? Дайте расчет. Я сегодня раздаю, раздам на исполковое решение. Валентина Дмитриевна, нужно определиться, когда данные все дать ЖЭК. Чтобы не пришли зря. Они дали данные. Констант Городович, когда ему доложат, что они готовы, чтобы мы собрались, обзвонить и мы собираемся. Я считаю, что должны собраться наши депутаты с ЖЭКом, Давайте на пятницу, если удобно. А потом пригласим этого. Потому что мы их уже два раза приглашаем. К аудиторам проблем нет и претензий нет. Они хорошо, грамотно сделали свою работу. Но они сделали тарифы на тех данных, которые предоставил ЖЭК. А мы к ним не имеем доверия. Скажите, пожалуйста, на когда желающие депутаты, Тише. Все желающие на когда хотят пять часов. Пятница, давай. Время. На время. На два часа. Время. На два часа. На два часа. Будут в пятницу тарифы обсуждаться. На here 45 Building. Правда бугаれない финансыков. На Rodney! Тихо. На градусах. Время. На марш culture. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok